Девушки отдыхают Вывесками и рекламными конструкциями вредит предпринимателям Мы стараемся обзвонить эти пропущенные вызовы Ну или человек сам еще несколько раз звонит Вызвать врача на дом стало легче В клиникодиагностическом центре появилась диспетчерская служба Наши бабушки, дедушки, мамы, папы трудились в этом движении Трудовая молодость России Участники студенческих отрядов рассказали о своих достижениях Планируют наказать рублем Компании спецавтохозяйства, которая отвечает за уборку снега На дорогах города грозит денежный штраф Об этом сегодня сообщили в администрации города Из-за обильного снегопада, который начался в ночь на 17 февраля И продолжался весь сегодняшний день Дороги и тротуары областного центра завалило снегом Такая ситуация, по мнению главы мэрии Александра Перескокова, сложилась из-за того, что подрядчик вывел недостаточное количество техники на дороге города За неисполнение своих должностных обязанностей обслуживающая компания может получить уже в конце февраля штраф от 200 до 300 тысяч рублей Фасады домов на улице Ленина оформят в едином стиле Об этом сообщили в администрации города С исторических зданий власти планируют полностью снять рекламные баннеры А вместо них повесить стильные вывески Заняться этим предстоит предпринимателям Сегодня Ксения Фрик изучила проект оформления улицы Ленина Яркий пример отсутствия стиля и целый букет нарушений Даже окна владельцы цветочного магазина решили прикрыть рекламным плакатом А это запрещено Здание на перекрестке Воровского и Ленина завешено различными вывесками от крыши и до фундамента Даже фасад магазин Семян украсил искусственной травой Комиссионные сотовые деньги авто, рекламные конструкции размещать запрещено Хаотичное замусоривание вывесками, рекламными конструкциями вредит предпринимателям Потому что в том хаосе и в том визуальном шуме и мусоре, который на сегодняшний день на фасадах Очень сложно простому потребителю понять, а что же там на самом деле продают А еще такой мусор на зданиях портит внешний облик городом Поэтому с этого года с незаконной наружной рекламой решено бороться Сейчас для каждого фасада на улице Ленина архитекторы разрабатывают отдельную концепцию оформления Например, вот так должны выглядеть дома по улице Ленина от Московской до Герцена Продуман даже цвет фасада Палитра оттенков от светло-бежевого до коричневого Ничего пестрого и яркого и никаких рекламных конструкций Только вывески с названиями магазинов, продукты, булочные или подарки Причем шрифт для названий тоже желательно использовать один Еще здание предлагают украсить коваными козырьками А у входа установить цветочницы и тоже в едином стиле И такое возможно, уверены городские власти В пример они ставят центральную гостиницу Вот так выглядело здание еще четыре года назад Фасад буквально со всех сторон был обвешан рекламой Теперь фасад центральной гостиницы ничего не портит Здесь только вывеска с названием и никакой рекламы Вот так в ближайшее время должно выглядеть каждое здание в исторической части города Снять рекламу с домов, обновить фасады и украсить вывесками Городские власти планируют в течение восьми лет Ксения Фрик, Александр Бабков и Антон Мамаев Бюро новостей давеча Госимущество не пользуется спросом Эту проблему в числе прочих сегодня озвучил министр юстиции Роман Береснев Сейчас около 30 объектов, которые находятся в государственной собственности Выставлены на продажу В основном это здания и площади, которые неэффективны с точки зрения прибыли В число не приносящих достаточно денег Береснев включил и государственные унитарные предприятия Сейчас, по словам министра, стоит задача двигаться к ликвидации сети Когупов Но стопроцентно пока ее выполнить не получается В частности потому, что в областной собственности находятся аптеки Продажа их в Кирове никак не отразится на населении В области аптечный бизнес достаточно развит Кроме того, это выгодно для региона Например, выручка за 68-ю аптеку в прошлом году составила 84 миллиона рублей Но пострадать при этом может село Позиция у области такая, что сеть аптек в Кировской области Государственных аптек должна быть сохранена Прежде всего это касается не только областного центра Здесь можно обсуждать продажу каких-то еще активов А касается в большей степени населенных пунктов Где других-то аптек в принципе нет Вот там они должны сохраняться в любом случае Кировчане могут сообщить о высоких ценах в аптеках В управлении антимонопольной службы заработала горячая линия С 8 часов утра и до 5 вечера по телефону 354103 Можно пожаловаться на дефицит лекарств Разное и существенное повышение цен А также на закрытие аптек Если нарушения со стороны аптечных организаций найдут То антимонопольщики заведут дела По признанию нарушения закона о защите конкуренции Напомню, в декабре прошлого года было установлено Что цены на лекарства в аптеках Кировской области Выросли сильнее, чем в целом по России Больше чем на 21% В январе Минздрав России предложил за высокие цены Наказывать аптеки еще серьезнее Например, лишать лицензии На звонки кировских пациентов на протяжении недели Отвечают операторы колл-центра В клинико-диагностическом центре В двух поликлиниках города заработала единая диспетчерская служба Теперь дозвониться до регистратуры И записаться на прием к врачу стало проще Подробности в следующем сюжете Все, запись произведена успешно 24 февраля 16.00 Руководитель колл-центра Екатерина Щегарева Сегодня тоже отвечает на звонки Вместе с другими операторами Она управляет потоком пациентов Одних нужно записать на УЗИ Других к терапевту А еще подсказать, что они будут Необходимо взять с собой на прием к врачу Каждый день они принимают более 200 звонков И без ответа никто не остается Мы стараемся обзвонить Эти пропущенные вызовы Ну или человек сам еще несколько раз звонит Бывает такое, что в какой-то момент Мы по техническим причинам Не можем куда-то пациента записать Мы ведем картотеку И потом к пациенту перезваниваем Выбираем дополнительное Свободное время Еще неделю назад здесь стоял один телефон Медики признаются Дозвониться до регистратуры было действительно сложно Линия была постоянно занята Да и отвечать на звонки пациентов Не всегда было время Мало того, что регистраторы работали с этим телефоном Но постоянно еще спускались врачи Которые тоже иногда Могли позвонить, занять этот телефон И пациенты вместо того, чтобы уточнить уже что-то Они просто выражали эмоции Отрицательно Здравствуйте, оператор Екатерина Теперь звонки здесь принимают каждый день С 7 часов утра и до 8 вечера Правда, записаться к врачу через новый колл-центр По телефону 42 30 30 Могут пока только пациенты 8 и 3 поликлиники Но в ближайшее время и остальные медучреждения Кировского клиника диагностического центра Подключат к единодиспетчерской службе В Кирове после погони Нарушителя правил дорожного движения Заковали в наручники Водитель иномарки протаранил патрульное авто И попытался скрыться ДТП произошло в ночь с 16 на 17 февраля Водитель Ауди не отреагировал На требования инспектора остановиться И спровоцировал погоню С участием нескольких патрульных машин Задержать подозреваемого удалось На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда Им оказался ранее судимый 20-летний кировчанин О других новостях города и области Расскажем в коротком видеообзоре В Кировской области впервые за 5 лет Зафиксировано падение цен на жилье Речь идет о 4 квартале 2015 года По данным аналитиков В 4 квартале впервые с 2010 года Отмечено падение цен на жилье Как сообщили в Кировстате Новостройки за год подешевели почти на 4% На вторичном рынке жилья цены упали на 8% Для сравнения в среднем по России Снижение цен на первичном рынке жилья Составило всего 0,3% На вторичном 3% Стоит отметить, что в конце прошлого года Рост цен на недвижимость наблюдался Лишь в 7 регионах страны Кировской автомойке Придется заплатить миллион рублей штрафа За незаконный слив сточных вод В городскую канализацию без всякого учета Об этом заявили в кировских коммунальных системах Организация начинает массовую проверку Всех кировских автомоек и саун Специалисты обойдут около 300 таких заведений Они намерены найти абонентов Которые самовольно подключились к сетям водоснабжения Без приборов учета Или не передают показания свыше 6 месяцев 20 и 21 февраля в Кировской области состоится масштабная гонка на собаках Соревнования пройдут на базе детского лагеря «Березка» Известно, что в гонке смогут принять участие собаки любых пород Главное, чтобы они не проявляли агрессию к людям и животным Отмечают организаторы Также у четвероногих должны быть все необходимые прививки Собаки посоревнуются сразу в нескольких дисциплинах Животные пробегут различные дистанции Начиная от 200 метров и заканчивая 6 километрами В гонках примут участие как взрослые спортсмены, так и дети от 7 лет Ожидаясь, что на гонке выступят спортсмены из Перми, Тольятти, Сыктывкары, Москвы, Самары и других городов Первый заезд в 12 часов дня 20 февраля Сейчас мы ненадолго прервемся А вот что вы увидите во второй части нашего выпуска Работать руками модно Чемпионат рабочих профессий стартовал в Кирове Трудовая молодость России Какими достижениями могут похвастаться участники студенческих отрядов Соревнования как способ подружиться Как прошел спортивный конкурс среди сотрудников ГИБДД Это «Давичи» продолжаем выпуск Имена лучших парикмахеров, сварщиков и поваров региона жителей области узнают 20 февраля В Кирове стартовал первый международный чемпионат молодых профессионалов Его цель повысить престиж рабочих специальностей во всех странах Кировская область присоединилась к международному движению в октябре прошлого года И вот первый чемпионат Кстати, система подготовки рабочих кадров необычная Она чем-то схожа с Олимпийской То есть к участникам чемпионатов региональных или мировых предъявляются требования, признанные во всем мире Что, по мнению организаторов чемпионата, позволит местным профи соперничать на подобных турнирах с участниками из других стран В Кирове же молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет в течение двух дней будут соревноваться по нескольким направлениям Лабораторный химический анализ, облицовка плиткой, парикмахерское искусство, поварское дело и так далее Победители отправятся на чемпионат Приволжского федерального округа Базовая основа в Кировской области этому положена В системе профессионального образования влияется большое внимание вопросам профориентации между школьными комитетами Колледжи и вузы имеют дипломатическое сотрудничество с предприятиями регионов Созданы центры непрерывного образования, ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций Больше 200 тысяч студентов из 72 регионов страны Движение российских студенческих отрядов является одним из крупнейших в стране В этом году впервые студотрядовцы стали отмечать свой профессиональный праздник Как он прошел в Кирове, расскажет Анастасия Шерстнева Одежда цвета хаки, красная нашивка и значки отличия на груди Для руководителя педагогических студенческих отрядов Елены Петраковой эта форма стала уже родной Девушка 6 лет работает в студотрядах Каждое лето она ездит в детские лагеря, где организуют досуг ребят Елена рассказывает, что студотряды – это большая школа жизни Наши бабушки, дедушки, мамы, папы трудились в этом движении И это действительно трудовая молодость России Потому что в такой деятельности студент получает, наверное, те навыки, которые он не сможет получить в обычной студенческой жизни Это многолетняя история, это опыт и это наше будущее Сегодня, 17 февраля, впервые в нашей стране отмечается День российских студенческих отрядов В честь нового праздника на Преображенской 41 открылась интерактивная выставка, посвященная молодежному движению в Кировской области Студенческие строительные отряды разных вузов нашего города показывают свои, назовем это, достижения По сути дела, своего рода отчет о том, о чем они занимались в прошлом сезоне И не только в прошлом сезоне, но и даже нынешней зимой Мы уже три года ездим в районы Кировской области Помогаем бабушкам, дедушкам, также администрациям по благоустройству территории Экспонаты на выставке изучили и первые лица города, которые, к тому же, пообещали оказать помощь движению в будущем Мне задали вопрос, как будем помогать? Конечно, будет Мы начали строить в городе школу, новую современную школу на тысячу мест На следующий год будет строительство второй школы Поэтому давайте мы с вами поучаствуем в строительстве этих школ Кроме того, в Кирове может появиться аллея студенческих отрядов Глава города сказал, что осталось лишь выбрать место Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича Сегодня в игре, завтра в бою В Кирове прошел спортивный конкурс среди сотрудников ГИБДД Он проводился в преддверии Дня защитника Отечества и 80-летия создания службы ГАИ Правда, по мнению и участников, и организаторов, олимпийский принцип «быстрее, выше, сильнее» здесь не важен Для чего тогда проводились соревнования, узнал Никита Тузов В различных соревнованиях инспектор спецбатальона ДПС Станислав Некрасов участвует постоянно Со школьной скамьи занимается лыжами и волейболом Уже в армии заинтересовался тяжелой атлетикой и игривым спортом Станислав говорит, звание кандидата или мастера подтвердить не удалось Но в его работе без занятий спортом нельзя Конечно, помогает, то есть всегда чувствуем себя в хорошее настроение Уверены в себе, то есть закаляют Кроме спецбатальона ДПС в межведомственном спортивном конкурсе приняли участие отдел ГИБДД по городу Кирова и военная автомобильная инспекция Соревнования разделились на несколько этапов Эстафета, гиревой спорт и турнир по волейболу Не обошлось и без интеллектуального конкурса Команды сами задавали друг другу вопросы на знание правил дорожного движения В каком году в городе Кирове появилось первое, скажем, средство Техническое средство организации дорожного движения, как всегда, форный объект Скажем, приблизительно 1952 Напряженная борьба за победу продолжалась около двух часов Впрочем, как отметили организаторы, команды-участники друг другу не соперники А главная цель мероприятия – подружить подразделения Ну и, конечно, дружеские отношения между подразделениями Ну а почему именно спортивные мероприятия, а не какие-то другие? Ну, во-первых, спорту уделяется большое внимание Мы издаем зачеты различные Но и в то же время это проверка своего внутреннего духа к несению в службу С самого начала и на протяжении всех этапов конкурса лучшие результаты показывали спортсмены спецбатальона ДПС Они и стали победителями соревнований и получили заветный кубок Остальные команды поделили второе место Никита Тузов, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давичи Кировская Родина входит в топ мировых хоккейных клубов Рейтинг составили сотрудники спортивного интернет-портала Цифры там обновляются каждые полмесяца с учетом результатов сыгранных матчей Всего в списке 100 команд со всего мира Родина занимает 13 место По сравнению с цифрами предыдущего рейтинга Кировская команда поднялась на одну позицию Благодаря победе над новосибирским Сипсельмашем А уже сегодня Родина выйдет на лед в подмосковном Красногорске Там кировчане встретятся с местной командой Зоркий Такой была эта среда глазами наших корреспондентов В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давичи появится на сайте девятка.ру А также в нашей группе ВКонтакте СТС 9 канал Делайте новости вместе с нами Сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88 На этом я с вами прощаюсь В студии работала Светлана Калышницына До свидания Генеральный партнер Бюро новостей Давича Строительно-промышленный холдинг Кировский ССК